Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня мне приснился удивительный сон. Несколько часов я размышлял над ним и пришел к выводу, что я обязан поделиться им со всеми. Но в первую очередь это видео адресовано главе Чечни Рамзану Кадырову. Мне приснились два войска. Первое войско было конное, его возглавлял некий всадник. Второе войско было пешее, его возглавлял Рамзан Кадыров. Первое войско находилось на холме, второе войско находилось внизу холма. Первое войско конное двигалось в одну сторону, а войско Рамзана Кадырова стояло. И около войска Рамзана Кадырова находились два автобуса. В первом автобусе сидел кавказец, во втором автобусе сидел русский. Оба были водителями. Рамзану Кадырову что-то не понравилось. И сперва достали кавказца, его воины, и стали избивать. Затем достали из автобуса русского водителя и также стали избивать. И, друзья, я почувствовал, что всадник, который возглавлял первое войско конное, он почувствовал негодование от того, что происходило беззаконие с кавказцем. Но он промолчал, стиснул зубы. Когда же достали русского водителя, то негодование стало еще больше. И, несмотря на то, что всадник испытывал некий страх к войску Рамзана Кадырова и к Рамзану Кадырову лично, он все-таки не выдержал. Поднял свой автомат, выпустил половину рожка в воздух, затем развернулся, выпустил оставшиеся патроны снова в воздух. Обратите внимание, так, чтобы не ранить ни одного из людей случайным образом. Все притихли, оба войска притихли. И всадник громовым голосом задал Рамзану Кадырову два вопроса, которые я хочу повторить. Дословно я запомнил вот эти два вопроса, записал их даже, чтобы не забыть. Почему ты так пренебрежительно относишься к людям? И второй вопрос. Ты что, возомнил себя Богом или Аллахом? Друзья, я размышлял несколько часов над этим сном и пришел к следующим выводам. Всадник, возглавляющий первое войско конное, это, похоже, будущий русский царь. Оба правителя, и всадник, и Рамзан Кадыров обладают большой силой. У них достаточно воинов. Но обратите внимание, что всадник двигался в конном порядке, а войско Рамзана было пешим. Кроме того, всадник и его воины были на холме, а воины Рамзана Кадырова были внизу холма. О чем это говорит? Это говорит о том, что всадник и его воины, которые следуют за ним, они уже определились с выбором. Они идут защищать правду, бороться от имени Бога. То есть я верю, что каждый человек, он может иногда выбирать. То есть некоторые наши события в жизни, они происходят по воле Бога. А некоторые события мы вольны выбирать сами. Это мое личное мнение. И вот, друзья, я пришел к выводу, что Рамзан Кадыров как раз стоит на этом перепутье. То есть он либо может следовать за всадником, с его войском, присоединиться к его походу и воевать на стороне Бога, либо воевать на стороне сатаны. То есть бороться не за духовные богатства, не за правду, не за справедливость, а бороться за материальные богатства, за дворцы, машины и так далее. Следующий вывод. Рамзан Кадыров имеет право судить кавказцев, своих людей, но не имеет права судить русских людей. Потому что всадник, царь, он вознегодовал, когда стали судить именно русского человека. Обоих, когда судили, он вознегодовал. Но когда русского стали судить, он не смог сдерживаться и выпустил две автоматные очереди в воздух. И обратился лично к Рамзану Кадырову. Второй, еще интересный момент. Всадник и Рамзан это во сне именно личности. То есть остальные люди все, и водители автобусов, и конное войско, и войско Рамзана, они были такими обезличенными. Они были безликими. Вот как сейчас на людей надевают маски. То есть они все безликие. Но вот эти два человека, они именно были личностями. Всадник и Рамзан Кадыров. И еще один момент. Война неизбежна. То есть и у всадника, и у Рамзана оба войска были вооружены. Кроме того, всадник и Рамзан Кадыров, они кроме ответственности за свою душу, то есть самое главное богатство человека, это его душа. Мы в первую очередь отвечаем за свою душу. Куда она направится, либо на небеса, в рай, либо в ад, к сатане, к шайтану. Кому как нравится называть. Но и всадник, и Рамзан, они отвечают не только за свою душу бессмертную, но и за души своих воинов, и за свои народы. То есть и всадника, и Рамзана Кадырова нельзя судить с точки зрения обычных людей. Они будут отвечать и за себя, и за свои войска, и за свои народы лично перед Богом. В отличие от всех остальных. Вот такие интересные выводы пришли мне в голову. Я знаю, что мой канал смотрят на Кавказе, и думаю, что это видео обязательно посмотрит глава Чечни Рамзан Кадыров. Ему есть о чем подумать, он должен определиться. Либо он пойдет за русским царем, воевать против путинистов, бунтовщиков, либо он будет воевать на стороне бунтовщиков-путинистов. Он должен сделать свой выбор. И должен сделать свой выбор четко и ясно. Когда появится царь, он должен либо поддержать его, либо должен пойти войной на него. Отсидеться не получится. Надо сделать свой выбор. Ну и последний совет воинам. Я считаю, что мужчина обязан носить бороду. Женщина должна носить длинные волосы. Но мужчины-воины обязаны брить коротко и волосы, и бороды. Потому что в рукопашном бою может случиться так, что вас могут схватить либо за волосы, либо за бороду. И это очень больно и неприятно. Чтобы такого не было, надо и волосы, и бороду брить коротко. Ну и последний совет воинам. Есть два типа командиров. Есть настоящие командиры, за которыми хочется идти. Они не жалеют своей жизни, идут всегда впереди своего подразделения. Они всегда говорят, делай, как я. И остальные идут за ним. Есть второй тип командиров. Это так называемые замполиты. Они говорят, делай так или делай эдак. Но обычно поступают по-своему. И обычно они не любят рисковать своей жизнью. Всегда обращайте внимание, кто вами командует. Командир или замполит. За командиром можно идти и отдать свою жизнь. За замполитом не рекомендую идти в бой. Всем спасибо за внимание. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.